Прививки. Эта тема сейчас, что называется, на острие момента. Кажется, сама жизнь расставляет акценты в споре. А нужно ли делать прививки? Эпидемия кори постепенно охватывает всю Европу. Туристам перед поездкой настоятельно рекомендуют провериться на антитела кори или сделать прививку. Еще один инфоповод. Говорят, что в России исчезла вакцина от полимелита. Опасна ли эта пауза для малышей? Пояснила Евгения Цветкова. Кто бы подумал, что в 21 веке человечество будет болеть и умирать от кори. Врачи бьют тревогу. Эпидемия кори постепенно охватывает всю Европу. Волна болезни уже накрыла такие любимые туристами страны, как Италия, Испания, Венгрия, Германия, Исландия и Португалия. Но самая тяжелая ситуация в Румынии. За несколько недель 6 тысяч заболевших, 25 смертельных исходов. Детская, в общем-то, болезнь. А косит не по-детски. Корь дает не просто детская инфекция вирусная, но она протекает тяжело и дает серьезные осложнения. Самое главное осложнение – это менинг энцефалит, то есть воспаление головного мозга. И такие случаи как раз встречаются очень часто у детей. Самое по себе вирусное заболевание серьезное, может дать осложнение на любой орган совершенно. На сердечно-сосудистую систему, на нервную. Вспышка эпидемии – результат беспечного отношения к вакцинации. Вот где плюрализм мнений и горячие споры о пользе и вреде прививок сыграли зловещую роль. Некоторые считают, что это вредно и так далее, что это наносит вред какой-то организму детскому. Я считаю, что обязательно нужно делать. Конечно, они очень сложно переносятся, многие прививки, но они нужны обязательно. Мы должны заботиться о наших детках. Я считаю, что нецезообразно ее делать. Вообще, как-то я не очень сейчас почитала много литературы, так сказать, я не совсем как-то так отношусь хорошо к этим прививкам, потому что, мне кажется, больше чего-то надуманного. И работает наша промышленность такая лекарственная, чтобы вакцины внедрять как бы просто бизнес, так сказать. Чтобы предотвратить многочисленные последствия болезней, естественно, нужно. Мы сами прививаемся. В результате отказа от прививок, в частности в европейских странах, нарушилась иммунная прослойка населения. Чтобы не уйти во времена Средневековья, количество жителей с иммунитетом к болезням должна составлять не менее 95% от всего населения. Прививка от кори не дает никаких реакций. Очень хорошая, очищенная вакцина. Она не разрешена только, может быть, беременным женщинам. Бояться вообще нечего. Я работаю уже много-много лет, занимаюсь вакцинацией. И никаких у нас серьезных осложнений, хотя слышу многих родителей слухи какие-то невероятные, но никаких серьезных у нас осложнений вообще не было. Теперь баланс надо восстанавливать, а туристам Европы спешить делать тест на антителокоре, либо прививаться. Календарь прививок прост. Первая вакцина ребеночку вводится в год, вторая в 6 лет. Если вы и ваш ребенок не привиты, то до 35 лет ее можно сделать в любом возрасте. Еще одна тревожная новость. В больницах и поликлиниках якобы пропала вакцина от полимелита. Действительно, шкафчики процедурных кабинетов пусты, и прививочный материал не поступает 3 месяца. Опасна ли такая пауза для грудничков и малышей? Ведь полимелит – серьезное заболевание, приводящее к параличу и хромоте. Для детей это никакой угрозы не несет. Мы привьем детей немного позже, по национальному календарю, с такими же интервалами в 45 дней. И никакой, так сказать, угрозы жизни и здоровью ребенка не несет. Первую поставку вакцин ожидает в начале сентября. Прививать будут во всех поликлиниках. Во вторник и четверг – в дни здорового ребенка. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова